Я просто хотел сказать, что мы изучали две песни Шиман Багаватам до этого, и очень многое из того, что мы изучали, было достаточно сложным, и там везде описывалось, что Брама спит, просыпается, два раза, в третьей песне, во второй песне, Брама просыпается, и ему нужно помедитировать, и в какой-то момент он общается с Гарбадакашая Вишней, получает знания. А тут в этом комментарии сказана такая вещь, что Брама видит Гарбадакашая Вишну, и Господь дает ему объяснение, причем видит его во сне. Это немножко сложно понять, и мне пришлось копнуть немножко глубже. Такая ситуация, что в английском языке это неоднозначно, там не очевидно, что Брама спит и одновременно получает наставление. Когда мы по-русски читаем, нам такое впечатление создается, что он делает одновременно, в английском этого нет. Комментарий Вишана Чакраварти говорит о том, что Брама спит тогда же, когда Гарбадакашая Вишну спит. Это важно понять. Смотрите, у Брама есть сон, и этот сон, он совпадает с фазами сна Гарбадакашая Вишны. Вот Гарбадакашая Вишна спит, и Брама спит. И поэтому в комментариях говорится, что ему снится Гарбадакашая Вишна. А получает он наставление же потом, после этой медитации. То есть это не связанные вещи. Так что он во сне получает наставление. Это важно понять. И в следующем комментарии переход идет на другой уровень время измерения. Манвантары – это важная часть того, как строятся все пураны. Они все связаны с периодами ману, чакшуша ману и так далее. Разные ману приходят в разное время. И ману – это прородители человечества. Такие адамы, можно сказать, в ведической литературе. В конце жизни каждого из ману тоже происходит частичное разрушение Вселенной, хотя в меньших масштабах. И вот это как раз тот самый потоп, который описан в Библии, Ноев, Ковчег и так далее. Это все в конце периода ману происходит. Причем непонятно какого ману. Одного из ману. И это более мелкий, скажем так, потоп. Здесь не вся Вселенная, а только уровень человеческий страдает во время этого потопа. Каждый из ман наслаждается жизнью в течение немногим более 71 цикла из четырех веков. Достаточно длительный процесс. То есть он живет около миллиона лет. Или миллионы лет полубогов. Полубогов здесь получается немножко больше. 300 миллионов лет. Довольно длительный процесс. Сложно понять. В течение одного дня Брамы сменяется 14 ману. У каждого из них есть свои потомки. Опять. Я чувствую, что все уже отключают свои видео. Есть рука от Кирилла. Но перед тем, как я возьму вопрос у Кирилла, который обычно очень такой сложный, обычный вопрос. Я расскажу историю о Брамананде, которая, оказывается, не только Брамананда услышал. Эту историю рассказал Шилапрупада не только о Брамананде. Он использовал тот же самый вещь многим. Но Брамананда рассказывал это. И я поэтому расскажу, как Брамананда рассказывал. Однажды Брамананда очень чувствовал себя важным человеком. Он был президентом храма. Первого храма в Искон. Первый президент. И, соответственно, он уже оставил тело во Бриндауне недавно. Пару лет назад. И вот Брамананда, он сам достаточно большой по размеру человек. Человек на голову, наверное, на меня выше. Его, по-моему, четыре человека сажали на Авиасасану. Такой, знаете, человек большой реально. Это единственный человек, который... Мой знакомый у него был ресторан в Техасе. И он рассказывал, что один раз пришли ко мне в гости Брамананда и Гаргамуни. Это единственный раз, когда у меня закончились все продукты. Да, когда они поели. То есть он уже не мог им добавки давать. Он говорит, а что-то еще есть? Нет, ничего нет. Это такой реально большой человек по размерам. И вот ему Прабхапад рассказывает историю. Он говорит, что... Ты знаешь, что наша Земля в этой Вселенной – это маленькая частичка. Это маленькая Земля. А Вселенная, она состоит из многих уровней. И много из Вселенных... Не одна Вселенная, их много. Каждая Вселенная есть своя Земля. И этих Вселенной, они подобны горошинкам. Горошинкам чечевицы иногда говорят. Иногда говорят горошинкам... Мастер, это горчица. То есть горчичные зерна. И вот... То есть каждая Вселенная подобна горчичному зерну. В этой главе вы это увидите. В какой-то момент много жизни Брама не составляет всего лишь одну минуту жизни или ощущения времени Махавишну. Это все маленькие частички для Махавишну. И вот на этой маленькой Земле есть страна Америка. Есть большой город Нью-Йорк. И в этом большом городе есть большой человек Брамананда. И он думает, что он очень важный. То есть вот эта перспектива, она достаточно важна для нас в нашем понимании, что мы всегда считаем себя центром Вселенной. Ну, в детстве, до пяти лет я точно считал себя центром Вселенной. И мы все, вот этот детский инфантильный такой центризм у нас прослеживается. Мы всегда считаем, что все происходит самое важное рядом с нами. На самом деле это не так. Но мы так считаем. И поэтому очень важна такая перспектива. Кирилл Пробов. У вас есть вопрос? Пожалуйста, задайте его. Я буду очень вам благодарен. Я бы специально сказал, чтобы немножко смягчить технические моменты. Кирилл Кришна, приняйте, пожалуйста, мои поклоны. Да. У меня вопрос по поводу Ману и вообще. Последняя предыдущая глава, последний стих, он заканчивался тем, что Матрия Муния говорит, а теперь я тебе расскажу о потомках Ману. И в этой главе он начинает рассказывать про время. И более того, про потомках Ману еще будет целая четвертая, третья, четвертая песня, если не ошибаюсь. То есть очень большой рассказ. Почему Ману имеет такое большое значение? И более того, это одна из десяти тем Шримад Бхагаватам. И самое главное, почему этот рассказ начинается именно с описания времени. Какая взаимосвязь между Маной и временем. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Смотрите. Довольно сложно для нас понять, но для традиционных ведических браманов, кшатриев, особенно кшатриев, очень-очень важна основа их, скажем так, правления. На чем основывается правление? Сейчас правление основывается просто на том, что вы захватили чью-то страну, или там сделали конституцию, и вот следуя вашей конституции, вашей страны, вы считаете, что вы правы, потому что это соответствует конституции вашей страны. Какая, можно сказать, тавтологическая логика современного государства. Это достаточно странная вещь. Но в свое время все основывалось на дарме. В свое время браманы, они поддерживали стандарты, а кшатрии, они тратили свою жизнь. И не только тратили свою жизнь, они жертвовали свою жизнь, чтобы защитить дарму. И дарма, она обычно записана была в кодексе дармы, дарма-шастрах. И дарма-шастры, они обычно приходили от ману. И вот ману или ману-самбхита – это чрезвычайно важная вещь, потому что это основа дармы. Для ващнавов это не так важно, потому что мы не считаем, что ману-самбхита – это кодекс, по которому нужно жить. Мы не считаем, что все буквально, что написано в ману-самбхите, нужно воплощать в жизнь. Но для ведических правителей это было очень важно. И все пураны, строго говоря, они рассказывались как раз для ведических царей, для того, чтобы у них было понимание. Поэтому в каждой пуране, не только в Бхагаватам, в каждой пуране, в каждой маха-пуране, и не только в маха-пуране, в обычных пуранах, всегда манвантара – это чрезвычайно важная вещь. То есть сказания или, можно сказать, истории о ману. О том, как ваша династия связана с ману – это очень важно, потому что вам не важно, не так важно. Но если бы вы принадлежали к династии, которая происходит от ману, вам было бы важно знать, где вы находитесь в этом мире. И вот в контексте этого, чтобы правители особо так не загордились, описывается то, что сколько этих ман на самом деле. Что их очень много, на самом деле. И поэтому важнее понимать до уровня брама, а не до уровня ману. Хотя традиционно во всех традициях, на самом деле, предки, и особенно если ваша династия идет к ману, это очень важно для вас. То есть вы воспитывались в том, что вы были представителями своего рода, а род идет к ману. Поэтому вы очень важны, поэтому вы должны защищать эту дарму. Но здесь Майтрея Муи дает более такой вселенский подход к этому и дает понимание, которое помогает все поставить на свои места. Это важно для Бхагаватам и для всех пуран, кстати. Хотя в других пуранах этого нет. Там как раз больше концентрация на истории самих ману. Без контекста, в котором показывается, что они на самом деле являются частью всего творения и всей вселенной. Ну, я попытался ответить на ваш вопрос. Конечно, ваш вопрос, как всегда, гораздо более широкий. Его можно потом саму развивать, наверное. У вас продолжается. Пожалуйста, задайте еще раз. Спасибо, что я поднял. Простите, правильно ли я понимаю, вы говорили немногим ранее, что понятие времени неразрывно связано с понятием пространства. Но правильно ли я понимаю, что также еще и с личностным пониманием понятие времени также связано? И это проявляется в материальном мире через ману? Ну, я не знаю, честно говоря. Наверное, да, правильно. Я не знаю, как это личностно. Что вы понимаете под личностным? В том смысле, что… Ну, ману – это личность. И когда мы говорим о времени, когда мы говорим о пространстве, то, по сути, мы говорим о времени и о том, что вмещает в себя карму и последствия деятельности живых существ. Хорошо. А ману указывает на желание, то есть личность, которую… Я вот не знаю, ману связанность с желанием, я не знаю, откуда это. Но возможно. Я просто не знаю этого. Но действительно, время личностное. И то, как описывается время личностное, оно связано как раз с брамой как раз. А ману является как бы частью этого подхода к времени. То есть брама – это глобальная личность, которая описывает время Вселенной. И действительно личностно. Но… Также личностно, потому что описывается потом продолжительность жизни каждого полубога. И, соответственно, жизнь людей. И вот жизнь людей, она описывается тоже как мера измерения времени. Мы всегда говорим 100 лет. Хотя никто не живет 100 лет точно. Кто-то живет 100 лет и 2 дня. Кто-то живет 80 лет. Кто-то 50 лет прожил. Ну, 100 лет – это такая общая система измерения времени. Очень личностная, да. Я немножко не уверен, откуда вы берете этот материал о том, что ману, как он связан с временем. Поэтому, если вы поделитесь, было бы хорошо. Но я просто хочу быть на одном. Нет, не потерял этот вопрос. Я просто пытаюсь понять какую-то взаимосвязь того, что мы читаем в Бхагаватам. Почему ману уделяется такое огромное внимание? То есть, одна из десяти тем – это не история Господа Брамы, а именно Манвантары. Да. Почему такое большое внимание? Вот я попытался объяснить это, то, как это связано с дармой, то, как это связано с царскими родами. Все царские роды приходят к ману. И вот это очень важно, потому что Бхагаватам, строго говоря, тема ману в Бхагаватам вторична. Она необходима для того, чтобы Бхагаватам считалась Махапураной. Если вы правильно понимаете меня, Бхагаватам – это гораздо больше, чем Махапурана. Но оно одновременно является Махапураной. Поэтому в Бхагаватам есть темы, связанные с ману. Но они не так изложены, как в других Пуранах, как в Вишнапуранах, в Падмапуране. Они изложены так, чтобы привести к духовному пониманию. Точно так же, как истории Рамайны рассказаны в Бхагаватам. Но не так, как в Рамайне. Для того, чтобы понять тщетность жизни греха. То есть там сказано, что тщетность жизни греха является главным уроком Рамайны. Не то же самое, что в Рамайне. Не то же самое, что в других Пуранах. Но принцип такой же. То есть в Пуранах описывается жизнь ману. И поэтому в этой Пуране тоже будет описываться жизнь ману. Потому что иначе это не будет Махапурана. Не будет Махапуран, не будет десяти тем. Но все-таки из десяти тем самая главная тема – это в самом вону. И десятая песня, она и по размеру, и по важности, и по тому, как она концентрируется, она самая важная. И вот в десятой песне там практически ничего нет про ману. Ну реально ничего нет. Там про Браму есть немножко, но в совершенно другом контексте. Поэтому да, в Бхагаватам есть описание ману. И в отличие от других Пуран, это все подается с более философской точки зрения, чтобы подготовить людей к тому, что они все-таки не это тело. Они, как ни странно, это важно даже для царей, что они не это тело. Хотя они принадлежат к определенному роду, но это не самое главное. Самое главное все-таки отношение с личностью Бога. И в этом контексте вот как раз объяснение времени, оно дается именно в этом контексте. Постоянно приводится к понятию вечности, постоянно к тому, что даже такая вещь, как время, это проявление Господа. И в этом смысле можно продолжить, наверное. Объясняется, что под влиянием малой части гунной невежества Вселенная покручается во мрак ночи. И вот здесь объясняется такая частичная пролая. Все три мира становятся невидимыми, а Солнце и Луна перестают светить, как это обычно бывает ночью. Смотрите, здесь немножко другой тип ночи описывается. Если есть ночь, которая происходит, когда Солнце просто не светит. А здесь, если вы посмотрите на иллюстрацию, которую я вам выслал, до уровня Друволоки, то есть до полярной звезды, поднимаются воды Вселенские. И эти Вселенские воды, они фактически становятся выше, чем уровень ротации колесницы Солнца. То есть Солнце, которое обычно вращается вокруг мандалы, мы геоцентрическая система в данном случае. И почему геоцентрическая система? Потому что Солнце в какой-то момент во Вселенной уже не актуально. Вот когда в ночь у Брамы, оно заходит в воды. Это чрезвычайно интересно, потому что реально вопрос задают, как же так? Разве Солнце перестает существовать? Нет, Солнце, правда, старается существовать, но оно не светит, потому что оно ниже уровня океана. И в этом смысле, хотя верхние планеты существуют, продолжают существовать, да, и поэтому важно быть геоцентрическим, потому что верхние планеты, они существуют на той же вертикали, что и мы на Земле. Это и есть центр Брама, это центр Лотоса, это центр Солнца, оно вращается вокруг. Хотя физики, если вы физику спросите, я никак не мог добиться, хотя мой папа преподает физику сколько лет уже, 50. Но он никак не мог мне доказать, почему линейное движение считается относительным, а центробежное движение не считается относительным. То есть вот неотносительность центробежного движения, она трудно объяснима. И на самом деле можно сказать, что Солнце вращается вокруг Земли, можно сказать, что Земля вращается вокруг Солнца, если принять, что это относительно. Но вот они не принимают относительности центробежного движения почему-то, а мы наоборот воспринимаем это так, как оно есть, и видим, что Солнце вращается вокруг Земли. И также можем воспринять, что Земля вращается вокруг Солнца. Это не является противоречием, потому что зависит от того, где вы ставите центр вращения. Что является центром? Если так, то Солнце вращается определенным образом в районе Танец, у каждой планеты, у каждого Солнца тоже есть вокруг Земли. Это сложный момент, на самом деле. Это реально сложно поломать эту парадигму геоцентрического строения Вселенной. В свое время люди считали, что нельзя считать, что Солнце является центром из-за этого какого-то несчастного ученого, где, по-моему, его даже подвергли инквизиции. Хотя потом оказалось, что на самом деле никто не подвергал его инквизиции, его за что-то другое подвергли инквизиции. Но в любом случае история такая есть. Но просто сказать, что мы не фанатики, мы, строго говоря, не являемся какими-то фанатичными. У меня есть один очень хороший знакомый, который чрезвычайно гигантский фанатик плоской Земли. И для него сама идея, что праупада где-то фотографировался рядом с глобусом или вставлял там отметки в глобус, вообще сам глобус – это вообще как анафема. Но мы не фанатики, мы не настолько фанатичны, только вот ведическая концепция. Потому что если бы мы были фанатиками, мы должны были уже тогда воспринимать Землю уже не просто как плоскую Землю, а как богиню Буми, которая супруга Варахи, у нее на руках сидит, если мы уже такие заядлые фанатики. Поэтому всегда нужно понимать, что одну и ту же реальность можно и нужно рассматривать в разных теоретических схемах, но они не описывают ее до конца. То, что ваш ум никогда до конца не опишет Вселенную и никогда не поймет до конца, точно так же, как у Верховного Господа самого, вы никогда до конца не поймете. Это не страшно, так и должно быть, потому что мы достаточно ограничены, а он безграничен, точно так же его проявление в форме Вселенной и времени. И да, действительно, сложно понять, как Вселенная может остаться без солнечного лунного света, но это очевидно так. И это графически я пытался как-то объяснить вам в тех сообщениях, которые я вам прислал. Если вы посмотрите на эту иллюстрацию о орбитах Луны и Солнца, то орбита Луны, она, строго говоря, выше, чем орбита Солнца, поэтому позднее мы будем видеть, что в пятой песне описывается, что Луна, она считается выше, чем Солнце. И это тоже есть такое. И что интересно, что Санкаршана, тот самый змей, на котором лежит Вишня, он производит достаточно много огня, и жители Махарлоки, Бригу, Муни, например, и другие, они поднимаются на высшую, более высокую планетную джанулоку, потому что им жарковато. Это сложно понять. Но это очень важно понять, что некомфортность, она преследует даже жителей, даже тех планетарных уровней, которые выше Друволоки, то есть за пределами трех миров. Мы подходим к концу. 32 стих. Верховный Господь, Личность Бога, с закрытыми глазами покоится на троне Ананты, который раскачивается на водах Вселенского потопа, обитатели планет Джанулоки, сложив ладони, прославляет Господа в своих молитвах. То есть они добрались до Джанулоки, включая друг Бригу Муни, который, кстати, связан с тем, как... Это как раз Личность, которая... Одну из версий астрологической, ведической мысли запечатлел. Им обычно он является главным авторитетом для всех астрологов. И вот они в момент того, когда Господь все еще с закрытыми глазами... А почему с закрытыми глазами? Потому что он спит в это время. Он поднимается наверх, ближе к ним, ближе к уровню геонологии. И они, медитируя на него, они молятся ему. Давайте посмотрим, как это происходит. Да, очень интересно. Интересно, вот комментарий Вишнана Чакраварти очень интересно описывает. Это нету в комментариях Прабхупады. Есть разные шакти у Вишнана. Они сначала в Ямала, а пятую шакти называют йога. И вот эта пятая шакти Господа, она принимает форму нидры. Мы ее называем йога-нидра. И вот Господь закрывает свои глаза под влиянием шакти-йоги. Йога. Причем йога с длинным а. Это интересно. Йога мы обычно используем как… То есть фактически от этой йоги, йога с длинным а, это производная от йоги. То есть производная от того, как мы используем слово йога обычно в современном русском языке. Йога – это форма медитации. А здесь эта йога – это форма шакти Господа, которая влияет на него так, что он закрывает глаза во время частичной пролая. Это уже конец главы. Мы подходим к концу главы. Жизнь Брамы, которая продолжается столь лет делиться на две части. Первую половину и вторую. Первая половина Брамы уже прошла, а сейчас идет вторая половина его жизни. Теперь ответ. И это фактически ответ на вопрос, отчего, когда спрашивают про ману, нужно рассказывать все это. Спросили это про ману, а им рассказывают все это. Ну, кроме того, что нужно поставить перспективу на ману и доказать, что ману – это неконечная точка измерения для рода правителей. Также важно понять, что здесь наконец-то описывается то, где мы находимся, как люди, которые находятся посередине жизни Брамы. То есть можно задуматься, когда уже у нас пролая там будет, когда будет полная пролая. И вот жизнь Брамы наполовину прошла, наполовину еще только, еще будет. И вот из ста лет Брамы мы находимся на половине. И осталось еще 50. И вот здесь находится как раз тот самый ману, один из многих, который, о котором спрашивалось. Да, очень интересно. Самая первая калпа. Следующий стих, 35 стих, это, пожалуй, самое интересное. Я не уверен, что я смогу до конца объяснить их. Я просто прочитаю. Первая половина жизни Брамы началась с Брама-калпы. В эту калпу Господь Брама появился на свет. Вместе с Брамой на свет появились веды. Это тот период, когда издыхание Брамы происходит в веде. Но за 30 дней жизни Брамы сменяется множество калп. Например, Вараха-калпа, Питри-калпа и так далее. Вараха-калпа, это только когда приходил Вараха, спас землю, поднимал землю. А Питри-калпа, это совершенно другая калпа, которая связана с тем, как... Честно говоря, я даже не знаю, как это объяснить. Давайте посмотрим, поскольку Праупада объясняет. Это объяснение, взятое из комментариев Шилы Вишина Чакраварти Такура. Мы посмотрим то, что пишет Вишина Чакраварти Такура в комментариях к 35 стиху. В 35 стихе Мишина Чакраварти описывает Света Вараха-калпу. Смотрите, есть разные Варахи. В данном случае это Света Вараха. Есть Рудра Вараха, Света Вараха. Короче, есть Вараха, который красный, и есть красный Вараха белый. И белый приходит в начале, он спасает землю. Красный Вараха, он сражается с Хираньякшей. И, то есть, разные лилы. Тоже та же самая инкарнация, но в разных формах. А здесь да, он объясняет, что 50 дней, 50 лет, 100 лет называется парадха. Есть еще такая вещь, как тити, или время, когда родился Брама. Это время, оно зафиксировано в календаре. И это время отмечают в марте. Причем отмечают очень мало мест. Я должен сказать, что Брама это не самое популярное божество в Индии. Строго говоря, Браме практически нигде не поклоняются. Вы заметили, да, что Браме редко где построены храмы. Вот есть такая вещь, где храмы Брама, где у нас есть храмы Брама. Брама, Брам много на самом деле. И вот в Индии где поклоняется Браме? Я как-то сказал, это гуру Прасад, он говорит, да не, во многих местах поклоняется Браме. О, там был на юге Индии, там есть один храм Брамы. Но строго говоря, официально местом Брамы, где ему поклоняются, это есть одно место на севере Индии, недалеко от Йодхи. Как называется это место? Я забыл. Кто-то помнит, где место Брама? Я не помню. Не помню, честно говоря, это... А, сейчас, одну секунду, П. Брамагири есть, конечно же. Ой, Махараштри, но я не помню, где начинается, где это место, потому что я там никогда не был, наверное, мне сложно будет запомнить это. Но есть один холм, холм в Индии, на котором поклоняется Браме. И это одно из тех немногих мест, которым Браме поклоняются. В нашей традиции у нас будет божество Брамы, насколько я понимаю, насколько я знаю про это, на алтаре Брама Сампродая, который у нас будет в Майяпуре. Хотя, строго говоря, Правопада хотел, чтобы Сампродая начиналась от Госпожи Тани, но там будут божества предыдущих начиная с Брамы, Народы, Вьясы и так далее. То есть, эти все божества будут, у нас будет божество Брамы, это будет уникальная вещь, на самом деле, в Майяпурском храме. Когда это будет, я точно не знаю, я знаю, что вначале они открывают Нарасимху и будут, перенесут Нарасимху, а потом уже все остальные божества будут установлены, в том числе, Гуру Парампара. То есть, у нас Панчатата уже установлена, Радамадам установлена, и осталось одно божество, одни божества Парампары. Потому что Пархупада сказал, что должно быть три алтаря, три алтаря, посвященные Господу Чайтани. Один он сам установил, а именно то, что Шри Кришна Чайтани, Рада Кришна Нахиани, он установил Радамадаву и Чайтани, это главные божества Майяпура. Потом он сказал, чтобы установили Панчатату. Я в свое время принимал участие в том, что мы проектировали это, делали модели этого, сделали маленькую Панчатату, установили большую Панчатату по нашему наброску. И Панчатату установили. И Гуру Парампары, это тоже один алтарь, который мы тоже в свое время рисовали, много проектировали. И идея заключается в том, что там нужно показать, что Господа Чайтани пришел в линии преемственности, хотя он основатель, это Сампадай, но одновременно является частью линии преемственности, которая идет от Брамы. И поэтому там наверняка будет борьба о Брамах. Я не знаю, строго говоря, это не так просто, что это Божество Брамы, потому что там есть определенные ограничения. Я не так и не вспомнил это название, где есть Божество Брамы. Пушкарин. Ага, да, Пушкарин. Пушкарин, да. Да, спасибо большое. Я благодарен вам, что вы напомнили мне. Да, там, кстати, много людей из Запада приезжают, я там слышал, хиппи там приезжают и так далее. Люди, которые занимаются астрологией, там туда ездят. Вот. А мы фактически уже подходим к концу этой главы, и фактически мы дошли до самого последнего стиха. Несмотря на то, что мы говорили о том, что Солнце, оно заходит во время пролая, здесь говорится о том, что Солнце, оно вдохновляет всех живых существ. А здесь, да, в последний... Опять же, чтобы поставить правильные акценты, здесь говорится о том, что время Брамы, которая гигантская для нас, общая продолжительность двух вышеупомянутых половин жизни Брамы равна одной немеши, доле секунды по шкале времени верховной личности Бога. То есть, реально, Брама живет две... Мы посередине этих двух, и эти две жизни гигантские. То есть, невозможно себе представить. Это всего лишь немеша. То есть, это для Господа, для Маха Вишны, это всего лишь реально доля секунды. Что, в принципе, конечно, объясняет, что творение всех Вселенных и их поглощение в Маха Вишну, это всего лишь дыхание Вишны. Дыхание Маха Вишны. Дыхает, выдыхает, довольно быстро, часто дышит. И это дыхание-выдыхание в форме Вселенной. Это то, как материальная энергия существует в контексте времени. И что интересно, что вот эта идея о том, что время, оно является самым главным контролирующим фактором, это очень важная вещь. Калаям параманы дхир. Вечное время повелевает всем, начиная с атомов и кончая брамой, чья жизнь длится невообразимо долго. И тем не менее, она находится в подчинении Всевышнего. Власть времени распространяется только на тех, кто отождествляет себя с материальным телом, даже если они обитают на саттилоке других высших планетных систем. Смотрите, что интересно, что такое возможно, что на саттилоке люди отождествляют себя с телом. И это тоже нужно понять, что саттилок, несмотря на то, что они получат автоматическое освобождение во время полной пролая, то есть не вернутся на Вайфунтху, пока они в материальном мире не могут отождествлять себя с телом. Диаметр воспринимаемого чувства материального мира соцеляет 6 миллиардов километров. Окей? Очень приблизительно. Этот мир представляет собой соединение восьми материальных элементов, которые затем трансформировались в шестнадцать начал, находящихся, как описано, ниже, внутри Вселенной и за ее пределами. Окей. Это важно понять. И это будет детально описываться позднее. Система заключается в том, что элементы, они ограничивают Вселенную. А какие являются восемь материальных начал, которые для нас важны. Самое важное для нас, конечно, не вода, не огонь, а ложное эго. И вот это ложное эго нас как раз привязывает к этой Вселенной. И вся Вселенная, она ограничена тоже подобными началами. Подобными началами. И каждое из этих элементов нужно преодолеть, когда вы покидаете эту Вселенную, если вы йог, не так просто покинуть Вселенную, потому что нужно очищаться от этих грубых и тонких элементов. Мы это обсуждали во второй песне и опять будем обсуждать позднее и в наставлениях позднее в этой песне тоже это будет обсуждаться. Очень интересная вещь. Каждый следующий слой материальных элементов, который состоит внешнее покрытие Вселенной в 10 раз толще предыдущего. И все Вселенной сгруппировавшись вместе похожи на огромное скопление атомов. Вот интересно, да, послушайте, начинается глава с описания атомов и заканчивается к тому, что Вселенные, гигантские Вселенные, они подобны атомам. Это уже другая перспектива. атомы, если для нас атомы, то есть с точки зрения нас, невидимы для нас, для насекомых атомы видим, как такая маленькая частичка света. Точно так же Вселенные с другой точки зрения, с перспективой Маха-Вишну, они подобны атомам или групп атомов. огромное скопление атомов, все Вселенные довольно сложно понять, но и не должны понимать до конца. Вот почему Верховную Личность Бога Шри Кришна называет изначальной причиной всех причин. Вот мы подошли к самому важному, сарва карна каранам. Это то, о чем, кстати, говорит Брама Самхита. Это буквально цитата из Брама Самхиты. Тат адгур акшам брама сарва карна каранам ищвара брамаха Кришна сачитананда виграха. На школе Бхакти Кирилл Прабу дает эту шлоку для того, чтобы люди запомнили ее. Очень важная шлока, потому что если вы понимаете эту шлоку, вы понимаете, что Кришна причина всех причин, а то, как он является, хотя бы масштаб того, как он является причиной всех причин, вы можете понять, прочитав эту главу, потому что для него эти вселенные гигантские. Маха-ану, то есть гигантские скопления всех атомов, они для него подобны атомам. Я духовный обитель Вишны вечно, и в этом не может быть никаких сомнений. Что означает, что она вечна? Это означает, что она находится за пределами причинного океана. То есть за пределами причинного океана не существует времени. Своим дыханием создаются вселенные, и они появляются в Махататве лишь на время. в Махатве